У нас сегодня необычная тема не про дрессировку, но все владельцы домашних животных постоянно сталкиваются с этой проблемой, потому что у всех у нас, у кого есть собаки, кошки, они иногда болеют. И вот сегодня у нас в гостях руководитель клиники доктор Перелюлькин, Дмитрий, который расскажет нам, какие на сегодняшний день существуют проблемы в ветеринарии и с чем реально сталкиваются владельцы домашних животных. По сути, речь пойдет о том лохотроне, с которым часто может столкнуться владелец домашнего животного, когда обращается в ветеринарную клинику. И вот от специалиста в области ветеринарии мы узнаем, с какими недобросовестными явлениями они тоже сталкиваются. Да, здравствуйте. Ну, как я говорил, самой основной проблемой сейчас ветеринарии в период локдауна, в период карантинов является проблема разводилов, так сказать, владельцев животных, которые вызывают врачей на дом. С чем это связано? Связано с тем, что очень многие мошенники, по-другому их назвать нельзя, создают сайты, на которых написано вызов врача 300 рублей, юридический адрес неактуальный, то есть если по юридическому адресу посмотреть, такой клиники не существует. Вот, владелец рад тому, что такие низкие цены вызывает врача в ситуации, когда животному плохо и нужна помощь, и приезжает специалист, не имеющий часто образования даже, не имеющий достаточно количества знаний, и просто знающий, как замечательно сделать чек из вызова в 300 рублей в вызов за 20 тысяч рублей. Вот, такая проблема с начала локдауна, и это основной, то есть метод разводилов, как я сказал, который присутствует в наши дни. Дима, а вопрос в чем, что потом этого человека невозможно найти? Я его никак не найдешь, да. То есть вы вызываете врача, приезжает врач, который даже, скорее всего, имеет не свою печать. То есть вы на эмоциях платите деньги? Конечно, конечно. Вы же не скажете ему, давайте там документы, предъявите паспорт, но даже если скажете, ну что вы по этому паспорту, даже если диплом запросите, он скажет, у меня ксерокопия, а ксерокопия легко подделывается. Дим, ну у меня вопрос такой вот, смотрите, мы разговариваем о ситуации в локдауне, но вообще говоря, у нас проблемы, по-моему, они связаны не только вот с этим маленьким периодом времени, ну не маленьким уже, мы несколько лет в этом живем, но ведь проблема, она, наверное, назревала раньше. Назревала раньше, просто период локдауна, он обострился на фоне того, что люди перестали, ну часто, когда вот период локдауна начался, они перестали выходить на улицу, стали реже выходить на улицу. Если я прихожу в ветеринарную клинику, и там моему животному сделали процедуры, которые привели к смерти животного, то я как-то более защищен или нет? Естественно, естественно, есть национальная ветеринарная палата, старайтесь обращаться в клинике, то есть входит в состав национальной ветеринарной палаты, это не государственный, конечно, но все-таки надзорный орган. В клинике вы имеете юридический договор, который имеет юридический вес, даже если вам на вызове приехал врач и сует договор, то если вы человек юридически подкованный, вы его внимательно прочитаете и поймете, что это липовый документ. Ну смотрите, у меня нет времени, во-первых, читать договор, во-вторых, есть большая проблема. Это связано не только с лечением животных, просто с лечением животных это еще более большая проблема, потому что если в отношении людей есть хоть какой-то контроль, то в отношении животных нет. Вот смотрите, прихожу я в клинику с животным или даже прихожу я в клинику со своим ребенком, я хожу по разным врачам, пусть это ветеринарные врачи, и мне часто ставят разные диагнозы. А я как человек не специалист в области ветеринарии или в области медицины должен из этих диагнозов выбрать правильный и понять у какого врача я хочу лечиться. Меня волнует та проблема, что когда я не специалист прихожу к помощи к медику или к ветеринарному врачу, я не получаю какой-то ответ, а я получаю множество ответов и мне вообще это странно, они что в разных учебных заведениях учились. Ну это да, на самом деле проблема тут стоит в корне, потому что изначально, когда мы приходим учиться на ветеринарного врача, у нас есть дисциплины, которые чаще всего связаны с лечением сельскохозяйственных животных. И в принципе Ростсельхознадзор это в принципе первый курирующий орган, который курирует ветеринарные клиники и надзирает это. Нас учат лечить сельскохозяйственных животных, по мелким домашним животным выделяется только один курс в дисциплину, которая так и называется болезни мелких домашних животных. Вот, поэтому, мне кажется, проблема эта идет отсюда. Если взять, к примеру, западных специалистов, там с самого начала, когда человек приходит, там есть разделение, кто-то занимается сельскохозяйственным животным с самого первого курса, кто-то занимается мелкими домашними животными. И они профильно получают знания в течение всего этого периода. Многие врачи не подготовлены изначально. Конечно. Ну, когда в принципе любой врач заканчивает академию, там заканчивает вуз ветеринарный, он в принципе по медицине, которая сейчас на данный момент известна, имеет нулевые знания. Потому что нас там учили лечить разными там препаратами древнейшими, там бицелинами, которыми в принципе в наши дни уже это не особо актуально лечить. В наши дни медицина с каждым годом шагает. В принципе, я считаю, что даже как и для человеческих врачей нужно вести профильную ежегодную переквалификацию, аттестацию всех этих врачей. Но у нас пока что этого нет. Вот смотрите, медицина шагает, а даже если мы касаемся человеческих врачей, качество предоставления этой услуги, оно вверх сильно не растет. Да, в каких-то областях может быть стало намного лучше, может быть в хирургии какой-то. А если мы берем в целом, ну вот мы сейчас столкнулись с пандемией коронавируса и, честно говоря, мы видим, что с лечением-то все достаточно не лучшим образом. Вот смертность, например, в нашей стране просто растет, процент смертности, хотя должна уменьшаться. Это да. Но врачи это не боги, мы не можем все подрабатывать. Я понимаю, вот можно я сейчас задам вопрос? Конечно. Вот смотрите, представьте себе, я рассматриваю следующую ситуацию. Есть владелец ветеринарной клиники, и мы сегодня живем в капиталистическом обществе, то есть наша цель это заработок денег. И вот есть у него выбор взять на работу хорошего врача, который, предположим, лечит даже старыми дешевыми препаратами, которые стоят 3 копейки и вылечивают животных за 3 копейки. А есть не специалисты, но он больше специалист, как мы скажем, эффективный менеджер. Он разводит пациента на дорогие процедуры. Ему не столько важно вылечить животное, сколько сделать так, чтобы это животное просто не умерло и чтобы клиент всегда платил. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, да, да. А происходит ли вытеснение специалистов, которые действительно с большим опытом и которые умеют лечить животных, вот такими вот менеджерами, которые занимаются тем, что они просто выкачивают деньги с людей? Все, конечно, зависит от структуры клиники самой и от руководства, но, честно, по опыту ведения, у меня не такой большой опыт, но по опыту ведения я вижу, что такие врачи, которые эффективный менеджер, как вы говорите, они сами себя вытесняют в лице владельцев, к ним мало записей, они постоянно имеют кучу конфликтов и чаще всего они уходят работать как раз на вызовную службу. Хорошие врачи, хороший врач, который развивается, который лечит эффективно даже за 3 копейки, имеет хорошую запись и он более рентабелен для владельца клиники, нежели врач, который раз там в месяц, точнее, выходит два раза там в смену в месяц и зарабатывает там 100 тысяч, грубо говоря, по 50 тысяч за каждый день. То есть вы поняли, да, о чем я говорю? То есть вы хотите сказать, что если, например, в клинике будет работать специалист, который приносит большие деньги и занимается тем, что он не столько лечит животных, сколько делает так, чтобы животное не умерло и клиент постоянно ходил, то люди перестают ходить в такую клинику. Конечно, ну да, и в такую клинику, но и к такому специалисту. Смотрите, я честно расскажу, вот у меня, например, там собака, если бы она болела постоянно, то, наверное, я бы уже нашел себе врача, да, который бы, ну, потому что у меня есть недостаток денег и лечил бы меня недорого, да, и если у меня большое поголовье собак, то, скорее всего, у меня так и будет. Это так и есть, потому что, когда у меня там много собак, я постоянно их лечу, то я уже знаю размер цены. Но давайте будем говорить честно, ведь в практике мы видим совершенно другое. Вот, например, тоже понятие гуманитарной ветеринарии и сельскохозяйственной ветеринарии, оно конфликтует вот в данном случае с тем, что вы сказали. Почему? Потому что, ну, вы же знаете, что когда человек приходит на первый курс, ему рассказывают, что есть сельхозветеринария, где животное лечит только тогда, когда это целесообразно, да? Да, когда это рентабельно, да. Ну, то есть, если корову дешевле купить новую, то зарезать на мясо, ее зарежут на мясо. Конечно, конечно. И поэтому вы знаете, что когда к нам вот вы приезжаете кастрировать осла, то вы его кастрируете за 500 рублей. А в наших клиниках кастерация собаки, она стоит гораздо дороже, хотя понятно, что на осла надо и больше препаратов, и больше наркоза. Ну, и вообще говоря, с таким животным работать гораздо сложнее. И у нас получается, что операции с сельхозживотными, например, с теми же коровами стоят на порядке дешевле. И если тогда выгодно содержать настоящих врачей, которые именно лечат, вот за эти копейки, вот которые как сельхозврачи будут лечить собак. Почему мы повсеместно сталкиваемся с этими огромными ценами? Смотрите, я объясню. Опять же, в сельскохозяйственной ветеринарии, вот мы берем момент, когда мы делаем какую-то манипуляцию, вот кастрацию осла, грубо говоря. Мы не используем операционные поля, мы не используем большое количество персонала. У нас есть один врач, который уколол наркоз, который, в принципе, недорого стоит. Также выбирается наркоз, который более экономически выгоден. Мы укололи наркоз, который недорого стоит, там 200 рублей, одну дозу на всего осла хватит. И использовали скальпель, который 100 рублей стоит. Сделали надрез, удалили это все. Все. Получается себестоимость операции очень дешевая. Если мы берем кастрацию собаки в клинику, мы привозим собаку, там есть количество персонала, да, 3 человека в среднем смене находятся. Плюс там находится большое количество расходников. Собаку делают более щадящий наркоз, который стоит подороже. То есть мы выбираем то, что это гуманитарная ветеринария. Мы выбираем более дорогие препараты, которые, ну, более по своим последним показаниям, они более щадящие для организма, для здоровья животного самого. И они стоят дороже, тем самым уже себестоимость операции закладывается. Закладываются операционные поля, которые стерильные, мы на осла не будем использовать в условиях конюшни, которые это получается бессмысленно. Там операционная стерильная, мы заносим бритую собачку, кладем ее на стол. Используем операционные поля, используем специальные дезрастворы, проводим операцию, накладываем множество лигатур, то есть специальных тоже, которые тоже входят в стоимость операции. И дальше тоже обрабатываем специальными растворами. Насколько это повышает стоимость операции? Ну, процентов на 70. Но реально, да, у нас стерилизация, кастрация собак от 2 до 8 тысяч где-то. Нет, кастрация собаки от 5 тысяч в среднем идет. От 5 тысяч в среднем. Это маленькая еще собачка. Да, вот смотрите, кастрация осла 500 рублей, мы добавили 70%, но это получилось 1000 рублей. А реально берут 5 тысяч. Почему? Потому что владелец этого животного, он готов эти деньги заплатить, потому что для него эта собака, это член семьи. И получается, что мы практически на 500%, да, накрутили там, или на сколько, на 400% увеличили вот эту вот реальную цену от 1000 рублей. Я со всеми легендурами, со всеми то, что вы рассказываете, до 5 тысяч. И вот это противоречит с тем, что нам выгодно брать того врача, который скажет, да нет, я сделаю эту операцию за 1000, потому что это ее реальная стоимость тысячи. Ну смотрите, тут идет еще дальше, это мы только расходники посчитали. Плюс еще идет зарплата врачу, плюс еще оборудование, которое используется в клинике. Ну и в сельхоз, в ветеринарии тоже зарплата врачу идет. Ну зарплата врача, но там немножечко другая, ну и процедуры как бы другие. Дим, смотрите, бывает так, что, например, человек держит собаку, у него маленькая пенсия, и он не готов заплатить 5000. Я не беру про кастрацию, которую, ну в принципе, можно делать, можно не делать, это там каждый себе желает. А когда есть медицинские показания, мы же с операциями, которые делаются по медицинским показаниям или лечения какое-то, мы тоже сталкиваемся с тем, что там накрутка идет порядка 400%. Если мы говорим о домашних животных, просто потому что это домашнее животное, потому что это член семьи. А есть ли у этого человека возможность, скажем, обратиться, как у жителей сельской местности, которые обращаются со своими сельхозживотными, кстати, ими собак кастрируют за 500 рублей, вы понимаете, в чем дело, потому что кастрируют те же специалисты. Есть ли у них возможность получить эту операцию дешевле, пускай с менее качественным, вот как вы говорите, наркозом, но тем не менее у человека будет возможность спасти своему животному жизнь, а с 5000 он уже не может. Нет, понятное дело, да, если там у человека какие-то финансовые проблемы, мы пойдем ему навстречу, но в любом случае, даже если, вот вы говорите, там 400 процентов накрутка, вот даже если идет кастрация собаки, клиника сама зарабатывает, ну, от 5000, порядка всего 1000 рублей. Все это остальное идет на препараты, на зарплату врачу, на аппаратуру. Как тогда в сельхозветеринарии удается за 1000 рублей и еще что-то зарабатывать? А в сельхозветеринарии не нужно ничего, я вам объясню, в сельхозветеринарии есть шприц за 200 рублей с наркозом, есть скальпель, это все, что нужно врачу. Ну и врачу там доплатить, грубо говоря, 200 рублей за каждую голову. Вот он идет и режет, режет, режет. Ему не нужны операционные поля, которые, опять же говорю, дорого стоят. Ему не нужны лампы специальные, ему не нужна операционная, которая постоянно должна быть в чистоте, постоянно стерильная, с использованием кварца, с использованием дезрастворов. Он просто прямо вот в денеке, в котором стоит этот осел, он сделает эту операцию за 2 минуты. То есть в принципе нормальный врач, который получил нормальное образование, я имею в виду, получил образование, а не купил образование. Да, да, да. он точно так же может приехать домой и сделать ту же операцию за 500 рублей вот по этой собачке ну просто потому что вот такая ситуация что ну вот человек человеку надо это дешево у него нету денег сделать дорого там не будет ни операционного поля не будет не будет ничего он просто приедет и сделает этот наркоз наложить эти лигатуры можно услугу где-то получить да ну куда может любой врач сделать но не каждый хороший врач захочет это делать потому что это не совсем так сказать гуманно по отношению к животному кослу гуману нет косну ну как бы это сельскохозяйственное животное поэтому тут же опять идет не гуманности вопрос а экономической рентабельности сколько мы с этого осла сможем чего-то получить да это вот именно вопрос именно бизнес разведения сельскохозяйственного если мы говорим о животном который вот ваша да собачка вы за нее переживаете вы не хотели бы чтобы вашего члена семьи оперировали в условиях там сарая естественно если вот это будет единственный способ спасти ему же если это будет я согласие жизнь то это понятная я согласен вам эти планово провести операцию качественно провести операцию только можно в клинике вы знаете что у нас надо операции животным стоит дороже чем операции люди да бывает такое смотря какие я не просто так задал это вопрос я разговаривал с врачом с которым мы когда-то сотрудничали старый человек с большим опытом спас большое количество нам животных животных и он не мог работать в ветеринарных клиниках почему вы не брали ветеринарной клинике потому что он лечил дешево и он просто говорила я не могу работать в ветеринарной клинике пуш и не приношу клинике дохода ну тот же пероплазмоз да вы знаете сделали собаки укол все нет будут еще две недели капельницы ставить там не всегда нужны капельницы при переплазмозе в тяжелом состоянии пироплазмоза да если животное совсем тяжелое то нужно будет там до переливания крови капельницы это можно посмотреть не две недели а когда станет это даже не пироплазмоз также нельзя лечить просто зачем залов фортикарда я привозить зачем ставят эти капельницы и люди две недели ходят и платят за каждой экономически рентабельно до для клиники вот да есть такие клиники недобросовестные в которые ты обращаешься там с начальной форме пироплазмоза когда у собаки нет ни анемии вообще показаний капельницам они капают вас неделю вы не понимаете зачем но не говорят вам что надо да эта форма разводила эта форма когда красклиника пытается и врач пытается заработать и нажиться на состоянии здоровья вот я как клиент ну мы договорились не называть название клиники ну да помните замечательная ситуация собака под новый год поранила ухо ходит трясет значит там надо по сути дела наложить там пару там шоу один и всего или прижечь просто мы обратились в ютиленарную клинику нам говорят у нас есть только такой приз курант купирование ушей и только два поэтому платите за 28 тысяч это стоило ухты 8000 мы потратили то что пришли это ухо и естественно легче было подойти нагреть палку просто даже и женщину просто да потому что то есть вот эти ситуации не присутствуют люди с этим сталкиваются я за все с этим сталкиваем мы с этим сталкиваемся как больше как как избежать избежать на самом деле просто обращаться в клинику и иметь врача который будет курировать ваше животное которому будете доверять такого как понять тяжело как понять на самом деле понять это не всегда удается владельцам до что врач на самом деле действует в интересах пациента не в интересах своего кошелька это понять могу я как не специалист отличить хорошую клинику от плохой и хорошего врача от плохого не потратив на это несколько трупов своих животных вот это как раз вопрос большой как можно понять я даже больше того скажу представьте себе человек честно закончил мединститут я видел разных студентов вот возьмем полину данного знакомую она ведь очень старательно училась но она же француженка она приехала сюда учиться они приехала сюда образно говоря там отсидеть и получить диплом чек старается но очень часто бывает так он старается 123 года он видит что старание есть результаты есть а денег нету и в какой-то момент ведь люди тоже ломаются до нас я видел многих людей которые вот из таких вот людей желающих помогать животным проходится время проходит время он становится вот этим эффективным менеджером своего кармана на самом деле я вот честно скажу по опыту человек который хорошо лечит он не будет эффективным менеджером ему это не надо врач который лечит правильно лечит грамотно их и правда вообще единицы я честно за свой опыт весь восьмилетний могу таких пересчитать ну на пальцах даже одной руке сколько сколько вот с крябинка выпускает каждый каждый год 300 в среднем 150-300 выпускников зависимости от с учетом того что у нас стране нет уже сельского хозяйства из них 60 процентов не идут работать ветеринарную ветеринарию в плане ветеринарной медицины просто получили диплом они идут в роспотреб рос сельхоз а контролировать ну контролировать до в сбже там государственные разные структуры это вот по моему курсу по опыту и идут также кто-то на фермы совсем тоже единицы на фермы ну смотрите на фермах я вообще столкнулся с тем что русские практически не работают не работают ну мало мало вот например у меня там врачи которые с ферм приезжают это в основном жители ближнего зарубежья это это часто почему потому что у них это сохранилось они с этим постоянно сталкиваются естественно мне лучше таджик который 30 лет проработал с коровами чем придет русский с института которые не знают как не подойти просто боится эту корову тут это это тоже эта проблема существует это самом деле очень горько это войну потому что мы мы теряем наши традиции но мы не только ветеринарный мы дает кровь уже сейчас не умеем то что умели наши бабушки для туда на сегодняшний день это это все уничтожено и если не будет сельского хозяйства я думаю что не будет нормальных ветврачей и по собачкам кошечкам тоже потому что если мы теряем образование конечно то есть если есть большая структура если есть высокие стандарты если есть это сельское хозяйство которое требует большое количество специалистов мы получаем специалисты высокого уровня которые могут работать с другими животными по-моему в зоопарке работали да да я работал главным врачом краснодарского сафари-парка вот это единственный частный зоопарк который находился на тот момент на территории россии сейчас их уже больше но честно скажу я вот заметил разницу потому что я был государственных зоопарках и заметил разницу то что там как бы по здоровью животным более все чутко было именно в частном да ну потому что государственным просто в чем-то слегка плевать ну не то что плевать нет там человек еще такой руководитель этого сафари-парка марио или оливича бурмалейх он вообще в принципе интересуется он сам вообще не имеет медицинского образования но он интересуется медицинный он там купил и анализатор такой точно хотел там рентген то есть подбраска сложно работать с дикими животными очень хорошо не сложно если ну первое время сложно когда они плохо знаешь как работать с хищниками опасными работать там с приматами опасными животными да там постоянные травмы регулярно среди киперов среди обслушивающего персонала но принципе через пару месяцев являлся вообще как свой с точки зрения наличия научных данных потому что вы берете какое-то животное если про собаку кошку известно практически все можно найти там даже вот берете обычные анализы если это собака или кошка легко понять да ли это там корова понять легко но взять какого-нибудь родственного того животных нашем случае оленя то вы начинаете пользоваться теми данными которые известны для крс а все-таки это это уже другой нет абсолютно другой животный у меня тоже нормы анализов тоже другие я объясню в зоопарке подключены к международной системе которая называется зимс в этом случае если сталкиваетесь с тем что вы не знаете что делать животным вы просто заходите в систему зимс и заходите на форум врачей международный форум там общаются все основном на английском языке и обмениваются информации по лечению различных животных и там как раз можно было да мы обращались туда получали информацию по лечению каких-то там экзотических животному тюлени у нас были северные морские котики из-за этого вот когда у нас не было информация мы обращались туда есть такие животные по которым даже там сложности найти пробуждение у нас все животные которые были у нас были там начиная от саймери каких-то и рептилий заканчивая хищниками гиенами пятнистыми полосатыми гиенами вся манги у нас были довольно большая редкость в россии тоже вот поэтому ладно во всем было спасибо большое сожалению мы так и не получили волшебную пилюлю как отличить лохотронщика которых сейчас очень много да то есть до дача который вам поможет даже быть мы помозгуем эту тему это кстати интересная тема может быть запишем для вас еще один ролик на то как человек владелец может это отличить спасибо за дать до свидания